Добрый день, коллеги! Я вас могу называть коллегами, потому что мы, в принципе, занимаемся одним и тем же делом. Будущее науки наверняка за вами. Значит, ну, про феромоны что хотелось бы сказать? Сегодня мы поговорим вообще, как они открыты, какие бывают феромоны, для чего нужны феромоны животных, как синтезировать, как используются в средском хозяйстве, трудности. Самый главный вопрос, я думаю, всех интересует, существуют ли феромоны людей, или это все выдумка. Ну, история кармонов достаточно интересна. Еще в 50-м году известный от домова Жан-Андрей Бауна обнаружил, что есть такой мотылок у линокласска. И если поместить замку мотылька у линокласски в облату, то она будет привлекать, будут цветаться туда самцы этого вида мотыльков. Даже при закрытом помещении. То есть они просто окружают это помещение, либо стремятся к помещению. Соответственно, поведение достаточно странное. Поэтому он предположил, что, скорее всего, здесь дело либо в каких-то полях, может быть, либо дело, что более вероятно, в каких-то химических сигналах, которые посылает самка. Ну, 870-й год, как мы обычно говорим, что наука находится в зачаточном состоянии, поэтому установить что-либо за или против этой версии, установить, ну, по тем временам ничего нельзя было. Поэтому это было только предположение. В 50-х годах, 20-го века уже, группа Адольфа-Лутина-Антанта, им удалось синтезировать секрет желез самок шелкопряда. То есть они его экстрагировали. И далее они поделили компоненты методом хроматографии. Ну, и, в общем, оказалось, они выделили несколько веществ, и оказалось, что только на одно вещество самец реагировал, ну, начинал трепетать крыльями. Заметьте, что для получения 6-ти граммов, а, здесь съел в фотографиях, они потратили, они убили полмиллиона особей, 500 тысяч особей они умерли. Ну, и, в общем-то, работы его по выделению половых гормонов, они были удостоены Нобелевской премии в 1939 году, до этого, то есть. Ну, и как возник термин феромон, значит, он состоит из двух слов, ферро, несу, и армал, побуждай. То есть, это вещества, которые животные, либо насекомые, ну, либо какие-то другие особи выделяют в окружающую среду, и они вызывают определенные поведенческие, ну, как по-научному, нейроэндокринные реакции, то есть, какие-то эндокринные процессы, они вызывают изменения нервных реакций у животных, либо насекомых, либо, ну, как мы предполагали, у людей тоже. Ну, и, в общем-то, это соединение этих двух слов, оно было весьма неблагозвучное, поэтому получилось слово феррормон, и, соответственно, было решено букву R пожертвовать, и таким образом появился термин феррормон. Ну, и вообще, как они работают, в общем-то, для человеческого организма, ну, у нас есть большое множество гормонов, которые, в общем-то, служат своего рода строительным материалом, то есть, они стимулируют различные физиологические процессы, реакции, ну, и там, в общем-то, отвечают за многие жизненно важные функции, то есть, недостаток гормонов, он, соответственно, может вызывать те или иные заболевания. Таким же образом, для животных, ну, здесь было сделано такое сравнение, для животных-насекомых феромоны, они заставляют их выполнять определенные действия, собираться в стаи и так далее. То есть, они, можно сказать, что действуют аналогично гормонам в человеческом теле, то есть, они заставляют животных-насекомых действовать как единый организм, ну, и определенным образом влияют на их реакции. Ну, вот бомбикол, это вот как раз про самку этого шелкопряна. Здесь, смотрите, значит, они способны чувствовать очень высокие, очень низкие концентрации. То есть, если даже 3000 молекул находится этого феромона на 1 миллилитр, это то есть 44,10-18 грамм, они уже способны на это реагировать. Все дело в этих вот усиках, которые, на них находятся обонятельные нейроны, несколько сотен тысяч, и при контакте молекула бомбикола попадает, значит, взаимодействует с бомбикол, связывающим белком, и далее вызывает уже, ну, ответ, то есть, соответственно, определенную реакцию со стороны насекомых. То есть, здесь дело, во-первых, в высокочувствительном усике этого, значит, насекомого, ну, и второе, значит, здесь механизм очень такой, то есть, происходит распознавание определенного вида вещества. Значит, вот синтез бомбикола был осуществлен в 62-м году, видите, сколько стадий, ну, и, в общем-то, на выходе там получены были буквально доли процента. Тем не менее, как вы видите, представляет из себя алкан с достаточно длинной структурой, что, в общем-то, это способствует тому, что он обладает высокой летучестью, и, кроме того, он способен специфично связываться бомбикол, связывающим белком. Ну, и какие бывают феромоны? Значит, вообще, предполагается, что феромоны раньше считались как бы видеоспецифичными сигналами, сейчас же наблюдается то, что феромоны причисляют, вообще к ним причисляют любые вещества, которые задействованы в так называемом химическом общении животных. То есть, сейчас известно, что феромоны существуют у растений, рыб, насекомых, ну, и даже, в общем-то, у меня все и сказал, в общем-то, было под вопросом существования феромонов у растений, тоже было установлено, что феромоны у растений тоже существуют. Ну, и, соответственно, что происходит? Значит, насекомые, животные, они обмениваются вот этими вот феромонами, они выступают своего рода химическим языком в их общении, и, соответственно, это помогает им, определяет своего рода поведенческие какие-то рефлексы, и, кроме того, помогает распознавать своих особей, чужих особей, ну, в ряде случаев помогает маскироваться. Ну, в настоящий момент существует до, значит, 10-20 реакций, которые могут вызываться действием тех или иных феромонов. Они по действию, их было принято решение, ну, и, в общем-то, это логично, то есть их можно разделить, условно, на два типа. Это праймеры и релизеры. Праймеры, значит, они служат для формирования определенного поведения насекомых и животных. Ну, например, здесь вот известное вещество, это специальный феромон, который действует на всех особей члену мули и подавляет половое развитие. То есть одних превращает в трудни, других превращает в рабочих пчел. Ну и релизеры, они побуждают особи к определенным действиям. То есть это либо привлечение врачных партнеров, либо, ну, сигнал нападения, либо сигнал бегства. И, соответственно, одно и то же вещество может быть как праймером, так и релизером. Релизером это вот так называемое... Ну, почему пчелиные улей? Потому что пчелиные улей, ну, два типа, как бы, самоорганизованных системы, высокоорганизованных системы, это, с одной стороны, либо пчелиные улей, либо муравей. Ну, он пчелиные улей, и поэтому пчелы, пчелы, как бы, более интересно изучать, что оказывается, что и существует так называемое царское вещество медоносных пчел, и он привлекает самцов к матке, для этого выступает как релизер, а как праймер он выступает как раз, когда он блокирует развитие других пчел. Ну и, соответственно, значит, он передается от самцов к другим особям, и таким образом, в принципе, во-первых, вот этот феромон нанесет всю информацию о буре пчелина, ну и, во-вторых, как бы, здесь определенным образом, как я уже сказал, происходит контроль. Ну и, соответственно, царское вещество здесь, в существенном составе, кроме основного феромона, входит еще несколько вспомогательных веществ, которые помогают, с одной стороны, не выступают, осуществляют транспортную функцию, помогают ему лучше распространяться, либо в ряде случаев могут усиливать его действия. Поэтому, говоря о феромоне, значит, строго говоря, что феромон можно выделить, но зачастую важную роль играет вспомогательное вещество, что если мы выделили феромон, это не обязательно, что он может действовать только определенным образом, как мы его ожидаем. Зачастую его действие может либо усиливаться, либо нивелироваться, полностью подавляться вспомогательными веществами. Ну и, соответственно, их можно поделить, феромоны. Здесь несколько групп, на самом деле, гораздо больше, я просто привел наиболее распространенные, так называемые трактанты притягивающие, которые привлекают особи своего вида, то есть подразделяются на агрегационные, которые вызывают как раз скопление. Или элогоны, эпагоны, простите, это половые трактанты, которые привлекают особи противоположного вида. Торигоны, феромоны тревоги, анмехнеоны, метки пути, это то есть насекомое метит дорожку, ну, пример муравей. Значит, оно указывает дорожку к муравейнику, либо к источнику пищи, либо еще это ограничивает территорию. Легневмоны, маскирующие, когда животное маскируется под другой вид. Ну, соответственно, тоже понятно. Ганефионы, это феромоны, которые индуцируют смену пола. То есть, если перенаселение, либо недонаселение, тогда использование вот этих вот гормонов позволяет контролировать в численности особей. Гамофионы, это феромоны полуосназревания, и тофионы, это феромоны поведения. Как раз по действиям этофионов, они контролируют поведение определенных видов насекомых и животных. Ну, значит, у насекомых был выделен сперва бомбикол, самый первый, потом был синтезирован додицинил ацетат. Вот он, показан здесь. Он, это половой гормон пеплителя капусты. Вот он здесь показан. Далее были выделены три вот этих вот терпеноидных спирта, которые были идентифицированы как феромон караеда, звука караеда. То есть это вот я говорю вам, что кроме того, как феромон локт-1, их может быть и несколько. Ну и, соответственно, что и, в общем-то, дало основание считать, что очень многие феромоны, они существуют не индивидуально, они могут существовать в виде смесей. Ну тоже, если вы посмотрите, терпенолиоподобные вещества, одно, либо вот эти вот вещества, они все достаточно летучие. То есть это позволяет им, в общем-то, ну и кроме того, структура, она такая, как видите, она способствует тому, что они достаточно селективно распознаются органами соответствующих тосяком. Ну другие аттрактанты, вот, например, аттрактант водяного жука, сверху, здесь вот аттрактант всеми нами любимой мухи комнатной, вот здесь вот аттрактант соснового филильчика. Тоже видите, какие структуры, то есть структуры, либо очень длинные цепочки, либо какие-то эфирные структуры, в общем-то, аэфироподобные, что, в общем-то, позволяет им, они, в общем-то, обладают высокой летучестью, ну и, соответственно, ароматически являются душистыми веществами, большинство есть. Ну, агрегационные феромоны, в общем-то, для всех нас, ну, вызывает интерес, каким образом насекомые, они роятся. Вот самая большая проблема в южных регионах наших, это нашествие саранчи. То есть, вот как выглядит, ну, все вы это видели по телевизору, как выглядят эти кучи саранчи, оказывается, все дело всего-навсего вот в этом, в венилонизоре. То есть, простейшее вещество, оно вызывает, значит, воздействует на, как на одиночные особи, так и на стаи, и оно их призывает, ну, как бы вызывает их, побуждает их к скоплению в стаи. И, соответственно, образуются стайные формы, которые на своем пути уничтожают все. Ну, и они еще и, в общем-то, они, мало того, что они собираются в стаи, они еще и выгрируют. То есть, либо в поисках источника пищи, либо смена, смена местопроживания, ну, и так далее. Всего-навсего, вот это вот простейшее вещество. Значит, вот тоже еще один известный вредитель посленных, картофеля, коврадский жук, вот его агрегационный ферамон. Ну, и вот этот вот мощной хрущак, который ответственен за уничтожение зернопродуктов. Это настоящая напасть как посевов, так и зернохранилищ. То есть, если он попадает туда, он съедает все. Вот его агрегационный ферамон. Соответственно, о чем это нам говорит? То есть, мы можем попытаться выделить эти ферамоны, либо найти вещества, которые могут подавлять, нейтрализовывать действие этих ферамонов, и таким образом мы можем насекомых заставлять как роиться, так и подавлять их роение. Но вот это вот, я говорю, вот самое интересное, это вот это вот для саранчи, то есть вообще простейшее вещество. И, в принципе, если вы посмотрите, что мы вокруг окружены ароматическими соединениями, в принципе, разрушение любого из них может привести к образованию вот этого вот соединения. Ну, единственное, чем наш плюс, что у нас здесь холодно, поэтому саранчатой сюда обычно не добираются. Ну, про муравьев, термитов. Это вот ферамон следа. Значит, вот капроновая кислота, ферамон следа, термитов, поэтому нашествие термитов у капроновой кислоты у нее очень специфический запах. И в Африке, в принципе, нашествие ферамонов очень многие животные чувствуют по запаху. То есть, значит, она очень пахучее вещество тоже. Ну, или вот это вот, также пахучее вещество, это также еще один из ферамонов. Это разные разные виды термитов. Вот ферамон следа муравьев. То есть, видите, простейшее перворайное соединение. Значит, суть в чем, что недостаток ферамонов следа, что они могут быть, существуют определенные виды хищников, которые промышляют тем, что они уничтожают муравьев. Они могут по этому ферамону следу попасть в муравейник и уничтожить все поголовье. Ну, это вот жуки муравьевы, например. А, соответственно, он должен улетучиваться быстро, ферамон следа. Почему? Потому что, может быть так, что будет пересечение нескольких следов и насекомые должны двигаться по новому следу. И, соответственно, вот тут вот я вам написал, что одного миллиграмма следового ферамона муравья хватает, чтобы пометить в 120 тысяч километров. То есть, три раза обогнуть земной шар. 40 тысяч у нас по их кварталу где-то. Вот три раза считайте. Ну, и вот еще один из видов. Ну, тоже вам, наверное, известно, неизвестно, скажу, есть такие жуки-ломихузы. То есть, они занимаются тем, если жук, жуки-муравьеды не просто поедают, то ломихузы, они паразитируют в муравейнике. Попадая туда, значит, они выделяют особый секрет, муравьи его слизывают и у них наступает состояние сравнение с состоянием алкогольного пинения у людей. Что, в общем-то, приводит к тому, что происходит полная деградация. То есть, у них иерархия нарушается в муравейнике, значит, они личинок своих они скарбливают этого михузи и, в общем-то, на конечном этапе происходит полная деградация муравейника. Таким образом. То есть, все эти, как правило, все эти насекомые они попадают, следуя феромону следа. Ну, для муравьев вот это как раз тарибоны, которые вызывают агрессию, например. То есть, для муравьев цитраль, герониаль, тоже, в общем-то. Для ундикан выделяется в случае, когда происходит нападение хищника, то есть, это либо, ну, вот, тарибон-3, например, это сигнал к немедленному бегству. То есть, когда тарибон выделяет того, ну, скорее, это происходит, допустим, вы раздавили тлю, она выделяет этот сигнал, все, они все начинают разбегаться. Либо, это сигнал к перелету, например, бегству, либо сигнал агрессии для муравьев, то есть, раздавили в одно-двух, сигнал того, что можно нападать, не нужно нападать. Ну, вот, тарибоны термитов, пенен, терпинеол, потом, вот, тарибон красных клопов лесных, я не знаю, вы видели их явно в лесу, вот у него гексиналь, тоже, в общем-то, высоколетучие вещества. Ну, и вот, говоря про сигнализацию пчел, целое множество феромонов входит в царское вещество, то есть, вот несколько соединений входит сюда, вот феромон рабочий чечевый, а вот феромоны тревоги пчел. То есть, цитраль, гиптанон, нононон, они все, в принципе, высоколетучие, и все они ароматические. Значит, интересный вопрос, почему, значит, если вас ужалило пчела, то будьте готовы, что вас ужалят еще и не раз. Оказывается, когда пчела жалит, она впрыскивает туда ям, который представляет из себя смесь вот этих сложных эфиров, они обладают запахом, ну, у них запах бананов, то есть, они достаточно пахучие. И, соответственно, таким образом пчела, она как бы метит объект нападения, и, соответственно, поэтому, если вас один раз ужалили, то, скорее всего, это не ограничено, у вас могут ужалить еще несколько раз. Ну, то же самое происходит, если раздавить пчелу. Ну, то есть, это вот как раз, в общем-то, сигнал, сигнал к агрессии, нападению. Ну, у животных тоже, ну, вот, например, аттрактан капустной улитки, в общем-то, капустная улитка известна тем, что она поедает капусту, что, в общем-то, тоже не есть хорошо. Значит, ну, как я уже сказал, феромоны, как видите, они достаточно такие, весьма своеобразные вещества, поэтому, выделение, идентификация представляет отдельное направление науки, ну, в частности, вот, например, аттрактант непарного шокопряда, сначала было найдено вещество гиптол, в 61-м году, а потом было найдено еще вещество диспарву, тоже, видите, значит, или вот американский таракан, с первого якобса нам был выделен, вот это вот вещество, циклопропановый фрагмент, ну, и вот такое вот, эти мостиковые соединения, терпеноиды, и подобное тоже, переплановка, это уже было позже, в 76-м году, было выделено, то есть, вообще, выделение, синтез, выделение, воспроизведение, вот этих вот структур феромонов, это тоже достаточно сложная, непривиальная задача, тоже, в общем-то, представляет собой интерес для отдельного направления науки, ну, млекопитающие, млекопитающие животные, прежде всего, грозуны, какие-то другие животные, они также выделяют, общаются при помощи феромонов, это вот, самое, как бы, большой интерес, представление работы, наводного и кармака, в частности, они выделили несколько феромонов, вот, допустим, феромоны мыши и крыс, праймер, феромон, вот он выделен, фтор, гигидрокиозон, это феромон праймер, то есть, он запускает долговременные реакции физиологические, прежде всего, гормональные реакции, то есть, он вызывает ускорение созревания самцов, но это вот мужской, значит, либо феромон релизер, гигидро, бревикумин, он вызывает немедленную реакцию, в данном случае, агрессию, то есть, когда он выделяется, то крыса становится агрессивной, ну и вот, диметилперозин, это вот праймер, феромон, он характерен для женских особей, его выделение говорит о том, о чем, что, значит, в крысиной стае произошло перенаселение, соответственно, он тормозит, отсрачивает половое развитие, отсрочивает, простите, половое развитие, значит, молоденька, ну и вот еще другие феромоны, которые, это дополнительные феромоны, вот их несколько штук было выделено, тоже, ну и, тоже интерес, представляет, каким образом мыши и крысы, они избегают больных сородичей, почему у них в стае, достаточно сложно наблюдать, что происходит эпидемия заболевания, оказывается, они выделяют формилированные пектины, которые обладают своеобразным запахом, и здесь вот на рецепторы, и таким образом зараженные особи, они распознаются и стаи избегают. То есть, как только появился зараженный особь, она выделяет вот этот вот феромон, ну вот этот вот, ну, можно его так же назвать феромоном, потому что он вызывает поведенческие реакции у остальных особей. И таким образом происходит, ну как, карантин, скажем так. Ну, есть еще феромоны, вот, например, у кроликов, это вот, молоко кроличихи, оно содержит тут, этот вот, метилбутиналь, ну и вот, ангростенон, плавой гормон свиней. свиньи, они близки к человеку, сколько у нас там подобие, больше 90%, поэтому все эти работы заинтересовали ученые, и было предположено, что вот этот вот, ангростененон, он является мужским феромоном, а вот этот вот эстерокетраинол, он является женским гормоном. Соответственно, в 91-м году была проведена конференция, которая спонсировала очень интересная компания Erics Corporation. Erics Corporation, и было доложено, что вот эти два гормона, они вызывают, так сказать, реакции определенные у людей, соответственно, были проведены исследования на нескольких десятках добровольцев, оказалось, что у нас, у нас существует такой вомеро-нозальный орган или орган Якобсона, но он существует не только у нас, он и у рультили есть, и вот именно воздействием на этот вомеро-нозальный орган можно заставить человека определенным образом реагировать. Соответственно, вот этот вомеро-нозальный орган, он у нас заточен, скажем так, только на воздействие вот этих вот феромонов. Это приводит, это феромон людей, они вызывают, что от велосипед, друг к другу, то есть, стимулируют, у них поведенческие реакции направлены на размножение. То есть, как бы, инстинкт размножения вызывает, у людей в том числе. притягивает два противоположных пола, притягиваются к друг другу, ну и в общем-то, как я уже говорил, таким образом он стимулирует половые реакции. Соответственно, это все было бы очень хорошо, но оказалось, что вот эта вот компания, Rex Corporation, она совершенно случайно, вот так совпало, что она выпускает продукты, в частности, духи с феромонами. Ну и соответственно, вот именно, что андростенон, ее сроки, троневол, позицировались, как феромоны человека, оказывается, через 10 лет, эти результаты были опровергнуты. Ну, в общем-то, что, во-первых, компания подала патент на духи с феромонами, ну и везде видите, в общем-то, рекламу духи с феромонами. То есть, вот это вот именно предполагается, что вот это. На самом деле, это всего лишь стероиды, и поэтому назвать их феромонами было несколько прометчило. Значит, соответственно, немножко об обонятельной системе у нас есть основная, сенсорные нейроны воспринимают основные запахи, и передают их в обонятельный центр, в обонятельную уколицу. Ну и даем мозг. И есть дополнительная система, вот как раз это вомероназальная система, орган Якобсона, который как раз, ну, предполагается, что он воспринимает именно действие феромона. Ну, то есть, я не знаю, вот есть или нет, но вы сами по себе даже можете чувствовать, что один человек у вас может вызывать симпатию, другой вызывать антипатию. А кто знает, что, ну, предполагается, что может быть он у вас антипатию вызывает за счет того, что он выделяет определенного рода феромоны, которые у вас от него отвращают. То есть, пока это вот, вот такое предположение, которое было выдвину, это еще в 91-м году. Ну, вот, в общем-то, это все показано. Но, вообще, следует отметить, что большинство биологов считает, вомероназальный орган это вообще рудиментно. Но, в принципе, так как предполагается, что мы произошли от рептилий, то это, в общем-то, рептилий орган, который уже потерял свое основное назначение. Ну, и, в общем-то, в чем роль запахов для человека, что мы подразделили, все живые существа подразделяются на два вида. Это микроосматики, макроосматики, простите. У них подавляющее, это подавляющее большинство млекопитающих, для них анализ запаховых сигналов, он является, он имеет первостепенную роль. То есть, обоняние для них это основной сигнал информации. И, так называем, микроосматики, это отдельные виды млекопитающих, сюда можно отнести приматов, человека. Ну, и, например, еще один вариант, это, если сухопутная форма перешла в водную форму, например, земноводные, отдельные виды млекопитающих, которые живут в воде, например, киты, дельфины, касатки, для них уже, в общем-то, обоняние играет вторичную роль. Потому что, ну, во-первых, в воде запахи распространяются, весьма проблематично их распространять. Итак, все-таки, мифы или реальность феромону людей? Ну, Аэрокс по-прежнему изготавливает мужскую и женскую парфюмерию с феромонами. А значит, в 14-м году Золок и Госфорда он написал обзор, где провел детальное исследование всех этих феромонов мужских и женских. Ну, и, в общем-то, сделал вывод, что все-таки заявленные эффекты этих феромонов, они не воспроизводятся. Причиной положительных результатов это могут либо ложноположительные, в науке есть такое понятие ложноположительный результат, то есть, все равно при любом эксперименте должен быть либо слепой эксперимент, либо эксперимент, обычно есть такое право, что хорошие результаты, они не воспроизводятся. Хорошие эксперименты тоже. Поэтому, здесь, в общем-то, отсутствует двойной слепой контроль и так далее. Ну, и, в общем-то, предполагается, как бы, все это, вопрос вообще решается в суде, что на самом деле АРОКС просто взяла данные с потолка, но, с другой стороны, это был очень интересный маркетинговый ход, который позволил и, в общем-то, распространить свои духи с феромонами. Сейчас я говорю вам, что духи с феромонами ими только ленивыми так будет. Ну, и вот еще два. Значит, Андростенон, 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 он также содержится в выделениях мужчин, в бочей ипоте, Значит, на свиней он вызывает действительно, он вызывает острую реакцию, то есть он побуждает их действовать. Свиньи действительно начинают размножаться. Тем не менее, люди, значит, если женщины, если сидение обрызгано Андростеноном, они все-таки предпочитают ноги садиться на это сидение. Если вы дадите фотографии либо какие-то документы, обработанные Андростеноном, то фотография, например, человека, обработанного Андростеноном, оно вызывает у женщины более благожелательную реакцию, скажем так. То есть, может быть, все-таки это связано с действием, то есть, может он выступать в виде феромона. Ну вот, еще были несколько веществ, например, метилкиометилкиол, либо вот это, тот, тедра децену, то есть, так же интересовал, вообще могут эти претендователи, пока, значит, положительных результатов получено нет. Не было. Отсюда, наличие феромонов у людей, это может быть фактом, но это факт, который требует более весомых доказательств. Хотя, это все не исключает существование феромонов и у людей. Тем не менее, у людей, так как у людей существование феромонов вызывает вопросы, у насекомых все однозначно. Поэтому, это позволяет создавать так называемые феромоны, феромоновые ловушки, которые позволяют, являются, так сказать, альтернативой инсептицинам. То есть, помещают вот эти ловушки, обработанные феромонами, и туда насекомые скапливаются. Эмотомы без болезни у нас, так сказать, они либо уничтожаются, либо удаляются куда-то, в другие места. Например, феромоновая ловушка от плодовых мух. Значит, здесь не все так просто, а здесь был выделен искусственный феромон, который идет в основу. Это вот искусственный феромон среднеземноморской плодовой мушки. То есть, вот феромоны ловушки используются он. В Скандинавии, допустим, жуб-кароед для грибы с ним используют вербинон, помните, мы его несколько раз упоминали, вербинон, потом вот этот вот избединол и метилбутинол. И метилбутинол. То есть, это вещества, которые смесь их, оно дает подобную смесь, которую используют насекомые, и вот этим образом позволяет бороться с ними, каким образом? Также ставят специально на ушки, обрабатывают этой смесью, и все жуки-кароеды, они собирают туда, и, в общем-то, тоже их, возможно, безболезненным образом утилизировать, скажем так. Ну вот, долгоносик, тоже, в общем-то, бич сельского хозяйства для борьбы с долгоносиком, усиленно используют, успешно используют смесь вот этих вот соединений, в общем-то. Ну, является, как бы, эта смесь, она имитирует работу полового аттрактанта долгоносика, то есть он стремится к размножению, и, в общем-то, таким образом попадает в ловушку феромона. Ну, в общем-то, это еще не конец, продолжение может следовать, значит, что нам позволило узнать, что феромоны животных и насекомых, они действительно существуют, и они несут, значит, определенную функцию, которая позволяет передавать важную информацию. Вот это вот основные виды феромонов. В большинстве случаев феромоны представляют смесь соединений, поэтому выделение одного соединения не означает, что мы выделили непосредственно один феромон. В сельском хозяйстве феромоны могут помогать для борьбы с насекомыми, вредителями, например. Значит, известно, что существуют феромоны насекомых, теле, животных. Я уже сказал, даже для некоторых растений выделили феромоны. Поведенческие животные, поведенческие реакции большинства животных на феромоны, они гораздо сложнее. Ну, животных, я тут же сюда можно отнести и человеку, что они гораздо сложнее, чем поведенческие реакции насекомых. Ну и, соответственно, до настоящего времени существования феромонов людей нет строгих доказательств за, нет строгих доказательств против. Поэтому, возможно, может быть и от вас, это зависит, что кто-нибудь из вас может быть выделить половую феромон людей и станет знаменитой. Так, ну тут литература, если вам интересно, в общем-то, вот какие. Ну и я здесь презентацию оставил, если что. Ну, на этом все. Кто этот человек, в заднем плане я ничего не хотел. Вопросы? А в чем глобальное отличие феромонов от экзокринных гормонов? А что есть экзокринные гормоны, кто выделяет экзокринные гормоны? Пример победитель? Ну вот вы говорите повышен гормоны, я вижу самую грызь. Гормон, все-таки у гормона у него функция на организм, который вы выделяете. Все-таки гормон, он, функция у него более сложная, биохимическая. Гормон, он, как я вам уже сказал, что он может участвовать в каких-то определенных функциях организма, биохимических процессов. Все-таки феромон, прежде всего, у него реакция вызывает нейрофизическую, то есть он воздействует на нервную систему и попытает действовать. Все-таки у гормона действия более отложенные. что в принципе они как бы похожи по структуре, но все-таки функция у них немножко разная. Но я опять же вам говорю, это не отрицает роли того, что вот ваши как сказать, гормоны они могут также присутствовать в составе гормонов, потому что гормон может представлять собой смесь есть какие-то вещества. Хороший вопрос. Спасибо. Еще вопрос. Когда начали про людей говорить, там оживились очень. Да, всем интересно. Всем интересно про людей. Как же заставить людей? А может еще у нас новый проект будет по словам на самом деле лекции я во-первых они на ютюбе будут я могу лекцию присылать на самом деле это не проблема. А вот чтобы их как-то интересовать где-то послушать. ссылка будет я ссылку в описании. Значит, смотрите, суть света в том, как правило возьмем любой предмет в том, ,